Тем временем жительница Алма-Аты спасла от смерти совершенно незнакомого ей человека. Девушка просто не смогла пройти мимо, когда увидела мужчину на краю моста транспортной развязки. Она не только нашла нужные слова, но и привлекла помощников. Оскар Мендебаев расскажет, как все было. Поговорите, скажите что-нибудь. Это случилось сегодня в 4 утра на одной из оживленных транспортных развязок. Молодой мужчина лет 30 попытался покончить жизнь самоубийством. Взгляд его был отрешенным. На вопросы единственного на тот момент очевидца отвечал неохотно и просил оставить его в покое. Эту ночь Дамира запомнит надолго. Девушка остановила свою машину и подошла ближе. Это действительно очень страшно. Такое ощущение, как будто вот ты рядом стоишь со смерти. Вот-вот, вот-вот. И это было у нас за ночь два раза, когда мы его поймали, и второй раз, когда мы его держали. Ей удалось немного его разговаривать. Выяснилось, что на парапете он оказался не только из-за неразделенной любви. Несчастный потерял работу и жилье. Дамира рассказывает, что он был настроен решительно. Интересно, что все это время проезжающие водители лишь сигналили бедолаги. Хрупкая девушка понимала, нужны крепкие мужские руки. В общей сложности молодой человек провел на мосту около 10-15 минут. К этому времени к Дамире подключились еще двое мужчин, которые оставили свою машину неподалеку. В этот момент человек с моста уже готов был прыгнуть и даже перевалился через мост, но ему не дали. Страшно представить, что могло бы случиться, если бы не помощь неравнодушных казахстанцев. Высота моста около 8 метров. Смерть могла бы наступить мгновенно. Психологи говорят, что суицидальное настроение человека – это грань. В таком состоянии обычно не шутят. Отчаянные поступки совершаются по-разному. Переступить черту многие решаются не сразу. И именно в этот момент важно найти необходимые слова. Нужно помнить, что ваши эмоции здесь плохие советчики. Осуждать или подбадривать – также не лучший выход. Самый лучший механизм, когда вы начинаете проговаривать. А что ты хочешь сделать? Проговаривать, что он хочет сделать, почему он это хочет сделать. И он проигрывает уже свой суицид в разговоре. Это снижает некое напряжение. Покончить жизнь самоубийством этому человеку не дали. Мужчина несколько раз вырывался из объятий своих спасителей. В итоге они силой затащили его в авто и заблокировали двери. Машина тронулась. На данный момент это было наилучшее решение. Оскар Медыбаев, Сергей Шуйский, Информбюро, 31 канал.